Всем привет! Это видео о том, как восстановить случайно удаленный видеофайл с жесткого диска, флешки или карты памяти. Рассмотрим способы восстановления файлов с видеокамеры или регистратора, а также что делать, если видеофайл удален с Android-устройства. Поехали! Ни для кого не секрет, что при удалении файлов с жесткого диска компьютера или ноутбука они автоматически попадают в корзину. Это дает возможность восстановить такие файлы, если через какое-то время вы поняли, что удалили их ошибочно. Если вы удалили из вашего ПК или ноутбука видео и со временем поняли, что удалили его ошибочно, то сначала проверьте корзину. Возможно, оно там. Чтобы восстановить удаленный файл из корзины, кликните по нем правой кнопкой мыши и выберите «Восстановить». В результате он восстановится в то место, из которого был удален. Но имейте в виду, если удаляемый файл имеет больший размер, чем максимально установленный размер корзины, то при удалении он не попадает в нее, а удалится безвозвратно. Поэтому обращайте внимание на уведомления системы при удалении. Очень детальная статья о том, как просмотреть «Восстановить или безвозвратно уничтожить удаленные в корзину файлы» есть в нашем блоге. Ссылка на нее будет в описании. Но это если говорить о компьютере или ноутбуке, причем при условии, что файлы были действительно удалены в корзину. Но что делать в случае, если видео удалено в компьютере мимо корзины или корзина очищена после удаления файла? Видеоклип случайно удален прямиком в фото или видеокамере. Карта памяти случайно отформатирована в фото или видеокамере. Данные на карте памяти повреждены, например, при неправильном извлечении или сбое и т.д. Предположим, что вы случайно удалили видеофайл или очистили карту памяти вашей видеокамеры. Подключая ее к компьютеру, нужное видео вы там не обнаруживаете. А это результат многочасовой работы или отснятое на заказ видео. В таком случае установите и запустите Hetman Partition Recovery. Ссылку на странице программы я оставляю в описании. Программа автоматически просканирует ПК и отобразит все подключенные к нему жесткие диски и съемные носители информации, физические или локальные диски. Найдите среди них нужный, тот, с которого необходимо восстановить видеофайлы. Кликните по нем и выберите тип анализа. Для начала можно попробовать сделать быстрое сканирование. Ведь оно проходит быстрее и сохраняет дерево каталогов, структуру папок и файлов. Дождитесь окончания сканирования. В результате программа отобразит все видеофайлы, которые возможно восстановить. Красным крестиком отмечены те, которые удалены. В окне предварительного просмотра можно просмотреть восстанавливаемые видеоролики. Перенесите нужное в окно список восстановления и нажмите кнопку восстановить. Выберите необходимый метод сохранения файлов и папку и нажмите восстановить. Все утерянное видео восстановлено. Если же программа по каким-то причинам не обнаружила на сканируемом диске или карте памяти нужный удаленный видеоролик, то кликните на функции глубокий анализ. В результате будет запущен глубокий анализ выбранного диска. Используя глубокий анализ программа будет искать удаленные видеофайлы по сигнатурам, то есть по содержимому файлов. Это более сложный и длительный процесс, нежели быстрое сканирование. Поэтому он займет больше времени. Дождитесь его окончания. Если причиной утери ваших видео является не простое удаление, а форматирование или сбой карты памяти, то этот способ будет более действенным. Аналогичным образом можно восстановить видеоролик, который удален с жесткого диска компьютера или ноутбука в результате очистки корзины или удаления файла мимо нее. Только сканировать с помощью программы нужно будет жесткий диск. Как восстановить видео с камеры или регистратора? По своей сути, автомобильные видеорегистраторы мало чем отличаются от других современных видеокамер. Поэтому я их объединил. Но и восстановление данных с этих устройств производится таким же способом, который описан в предыдущем пункте. Достаточно подключить камеру, регистратор или карту памяти с них к ПК и произвести восстановление с помощью программы для восстановления видеофайлов. Кстати, о том, как восстановить данные с видеорегистратора, читайте в отдельной статье нашего блога. Своими особенностями по восстановлению фото и видеофайлов также обладают экшн-камеры. Об этом также читайте в нашей статье. Ссылки на них будут в описании. Как восстановить видео на андроид-устройстве? Самый простой способ восстановить удаленные фото или видео с андроид-устройства в случае, если ваши данные хранились на карте памяти. В таком случае, вытащите карту памяти с вашего устройства и подключите ее к компьютеру или ноутбуку, используя кардридер. В некоторых случаях вы можете использовать смартфон или планшет, подключенный кабелем в качестве устройства для считывания карты. Но имейте в виду, что программы для восстановления данных не всегда могут увидеть подключенную к компьютеру таким образом карту памяти. На это есть свои причины. После того, как она отобразится в папке этот компьютер, запустите Hetman Partition Recovery. Далее исследуйте алгоритм восстановления, который описан ранее в этом видео. То есть просканируйте карту памяти с помощью Hetman Partition Recovery. И восстановите удаленные видео с нее. Если же вам нужно восстановить удаленное видео с внутренней памяти андроид-устройства, то сделать это не так просто. Для восстановления видеороликов с внутренней памяти смартфона понадобятся права суперпользователя андроид или рут-права, а также активный режим разработчика для того, чтобы включить отладку устройства по USB. Очень детальное видео об этом уже есть на нашем канале. Ссылка на него есть в описании. Смотрите и восстанавливайте. Конечно же, это далеко не все способы восстановления видеофайлов. Многое зависит от устройства и носителя информации, а также причины утери данных. Если у вас возникли вопросы по восстановлению удаленного или утерянного видео, задавайте их в комментариях. На этом все. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если видео было полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.